Глава 24 То, что привело в такое волнение княшан и выгнало их всех мигом из церкви, был легкий дымок, поднимавшийся из избы старикашилы. Если бы он показался ранним утром, то его можно было бы принять в первую минуту за дым от навальных в печку сырых дров. Но к обедни все печи давно были вытоплены и прикрыты, пуская из труб лишь прозрачную струю горячего воздуха. Да, и не таковский был мужик, а хримшила, чтобы топить сырыми дровами. Поэтому церковный сторож Семен, прозванный за свою долговязую фигуру и глубокомыслие аистом, очень удивился, заметив первым синий понемногу растущий столб дыма над избой шилы. Он стоял на паперте в ожидании выхода господ, которых его обязанностью было подсаживать в экипаж. Задумчиво направился он в церковь, как вдруг он вспомнил, что только что ясно видел на синем фоне неба обе трубы шириной избы, и что дым шел не оттуда. Он проворно сбежал с паперти и отошел несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть. Так и есть. Дым валил не из трубы, а прямо из крыши одной из служб, расположенных позади избы. Никаких сомнений не могло быть больше. Но как человек, привыкший блюсти благолепие храма, Семен не поднял тревоги, а пошел разыскивать старика Шилу, которому и сообщил в полголоса, нагнувшись к его уху, что у него пожар. Старик вскрикнул и бросился вон из церкви. За ним из любопытства вышло еще несколько человек, мужчин и женщин. На паперти раздались крик и стоны. Пожар в деревне никогда не ограничивался одной избой. Народ повалил валом из церкви и бросился бежать на пожар. Деревня Книша тянулась тупым углом вдоль берега реки, делясь на две почти равные половины церковью, которая стояла почти у самой верхушки излучины. Пожар начался в амбаре Ахрима, стоявшем в глубине двора, шагах в тридцати от избы, где в ту пору не было ни души. Все от мала до велика ушли в церковь. Дед Спиридон, его сосед, потерявший счет годам, уверял, что он видел, как оттуда выбежал юродивый Авдюшка, но по старости он не мог припомнить, было ли это до того, как у Шила вспыхнул амбар или после. Во всяком случае, поджог был тут несомненно, и это никого не удивило, так как у Шила было много врагов. Бегущая толпа видела издали, как густой дым валил из крыши сарая, прямо из темной соломы, которая еще оставалась целую, и быстрыми, погоняющими друг друга клубами, неся гигантскую колонию вверх. Потом вдруг дым прекратился, воздух очистился, точно пожар лукаво притих, и в это самое мгновение солома провалилась, и коротенький желтый сноб пламени выскочил наружу. Народ подбегал уже к дому, крик отчаяния раздался в толпе, маленький огненный сноб, точно понатужившись, вдруг поднялся громадным огненным языком к самому небу, и, не найдя добычи, изогнулся и лизнул крышу, которая вдруг запылала разом. Изнутри сарая раздавались рев и мычание, обезумевшие скотины. Старик Шила бросился к воротам, стараясь отодвинуть засов, но от волнения руки его дрожали, и засов не поддавался. Валериан подбежал к нему с подобранным на дворе поленом и одним ударом вышиб клин. Ворота распахнулись, и оттуда в клубах синего дыма шарахнулись овцы, сбившись ног его и самого хозяина. Народ бросился в сарай, где металась привязанная к яслям крупная скотина. Крыша во многих местах уже продырявилась, и мелкие соломенные искры сыпались сверху. Накинувши свитки на голову, несколько парней, в том числе и Павел, стали отвязывать не до устки, но обезумевшая скотина упиралась, ревела и, дрожа всем телом, боялась покинуть знакомые места. Только когда сам Шила, поднявшись с земли, вошел в сарай, скотину кое-как удалось вытащить. Связав не до устки, Шила передал их Панасу, который вывел скотину во двор и так и стоял с одурманенным лицом, смотря на пожар, истребляющий отцово имущество. Пара коней вырвалась у него из рук и забегала по двору. — Чего стоишь? — крикнул ему Павел. — Угони скотину в поле, того и гляди, народ перетопчет. Панас машинально повиновался и погнал скотину вон к лесу, куда не мог достичь огонь. Двор очистился. Балериан с несколькими мужиками влез между тем на крышу избы, которой огонь еще не коснулся. Он надеялся спасти избу. Снизу им подали вилы, грабли, топоры, и они быстро стали снимать солому, сваливая ее на южную сторону за стенку, укрытую от огня. Между тем народ вместе с хозяином, который успел прийти в себя, выносил из избы иконы в серебряных оправах, сундуки и всякую ценную рухлядь. — Иконы берите, берите иконы! — раздалось несколько голосов. Два мужика взяли прислоненные к сундуку иконы и стали посреди двора лицом к огню. Желтая зарева осветила их лица, сверкая на серебре икон и на темных ликах святых. Но избу спасти было невозможно. Крыша сарая превратилась в один пылающий костер, поднятая при сбрасывании соломы, пыль вспыхивала на воздухе. Огненные червячки носились над двором все гуще и гуще, падая то на головы работавших, то на строптила, то на солому, которую еще не успели снять. Она начинала куриться то там, то сям, и работавшие на крыше едва успевали заливать занимавшиеся огоньки. В это время старик-генерал, потряхивая и палетами, медленно подходил к горевшему дому. Узнав про пожар, он распорядился насчет пожарной машины, которая имелась в селе, верст за пять, послав за нею своего кучера верхом, а сам пошел смотреть на пожар. Он подошел в критическую минуту, сваленная за южную стену солома затлелась уже снизу от нечаянно залетевшей искры. И прежде чем работавшие это успели заметить, черный клуб дыма повалил из-за стены. «Вниз ее! Все вниз!» Крикнул генерал, что было мочи, и едва работавшие на крыше успели сбежать, как пламя широкой пеленой, точно ручей, пробившийся из-под земли, полилось на крышу, и в одно мгновение зажгло остаток нестятой соломы. Валериану, который остался последним, обожгло волосы. Отец подошел к нему. «Ну что, обожгло?» Спросил он с тревогой. Валериан отрицательно мотнул головой и стал советоваться с отцом. Что теперь предпринять? Изба Ашила примыкала с севера к огромному фруктовому саду и огороду, который защищали несколько изб, стоящих со стороны поля. Но с йогой теснились избы голодьбы, которые не имели такой защиты. Валериан с отцом обменялись несколькими словами. Посматривая то на пожар, то на бедные, обреченные, огню мазанки с их высокими соломенными крышами, походившими на угрюмо надвинутые на голову шапки. Изба деда Спиридона почти примыкала козбешила. Спасти ее не было никакой возможности. Но следующей за ней изба Кузьки была отделена маленьким садиком и стояла отдельно почти без всяких пристроек. Можно было попытаться остановить пожар здесь. «Ведер! Несите все ведра! Чего вы стоите?» – крикнул Валериан толпе. В несколько минут появилось ведер двадцать. «Тащите еще!» – сказал он. «А с тем, что есть, за мной!» И в это время из пламени раздался ужасный, раздирательный крик, похожий не то на ржание, не то на человеческий голос. То был предсмертный вопль пары коней, которые стояли в особом стойле. «В суматохе их забыли вывести!» «Братцы! Спасите!» – крикнул Шила, узнав голос своего любимого коня. Он бросился к сараю, вырвавшись из рук соседей, которые хотели его удержать. Сарай уже был весь объят пламенем. Горели и стропила, и столбы, и звенья. Кусок обгорел из стены, упал и дымился среди двора. Сквозь зияющую дымную пасть можно было видеть коня с обгорелой уздечкой, стоявшего в параличе ужаса около дымящихся яслей. Толпа ахнула, но никто не пошевельнулся. Старик Шила, без шапки, с растрепанными волосами, шел один спасать своего любимца. «Эй, верни, старый! Пропадешь без покаяния!» – кричали ему сзади. Но он не оборачивался, и все шел на огонь. Когда Павел не выдержал, он бросился вперед и отстранил старика с дороги. «Ступай ты, старый человек! Где тебе справиться?» – сказал он. И, не слушая его благодарности, пошел на огонь. Вдруг на крыше что-то хрустнуло, и горящее бревно покатилось вниз. Ульяна крикнула и бросилась к Павлу, который лежал ничком на земле. Бревно упало ему на затылок, обожгло шею и запалило кафтан. Его тотчас облили ведром воды и оттащили в глубину двора. Валериан подбежал к нему и с беспокойством осмотрел его. Все кости были целы. Толстый кафтан предохранил тело от обжога. Валериан дотронулся до плеча. «Болит?» – спросил он. «Ничего», – отвечал Павел неохотно. Ему неприятно были попечения Валериана. Он сделал попытку встать на ноги, но голова у него закружилась, и он чуть не упал. «Нужно отвезти его домой», – сказал он Ульяне, и наскоро сделал несколько распоряжений относительно ухода за ним, обещав наведаться попозже. «Ничего, пройдет», – успокоил он на ходу Ульяну. Он направился к кучке крестьян, стоявшись с ведрами в руках. «За мной, ребята!» – крикнул он. С толпой парней и девок он пошел к реке и, выстроив свой отряд шеренгой вплоть до кузькиной избы, велел черпать воду и подавать себе на крышу. Времени нельзя было терять. Пожар разыгрывался. Под точной пламенем крыша сарая затрещала и с грохотом повалилась вниз, придавив собою двух несчастных лошадей, которых после попытки Павла все уже считали обреченными. С верхушки крыши, на которой стоял Валериан, он видел, как бился под горящим бревном один из коней, широко раскрыв окровавленный рот, из которого вместе с кровью и багровой пеной выходил ужасный вопль. Шил услышал его, упал на землю и заплакал, как ребенок. Его увели со двора. Часть народа осталась у его избы, стараясь растащить сток соломы, сваленный с крыши, чтобы замедлить пожар. Другие с новыми ведрами присоединились к тем, которые работали над кузькиной избой. Шеренга уплотнилась. Потом их стало две. Ведра воды передавались из рук в руки, поднимались наверх, а пустые передавались обратно. В десять минут сотни-две ведер было вылито на крышу. Солома пропиталась, как губка, водою, которая капала со стен и стекала по стенам, смывая штукатурку. Но воду все продолжали лить. Изба шила вся пылала. Сваленная с крыши солома давно успела сгореть и громоздилась теперь, как сток черных кружев на огненно-красном атласе. Легкий ветерок отрывал от него большие клочья и разносил по всем направлениям. Как всегда во время пожаров, до того времени неподвижный воздух начал приходить в движение. Участь деревни зависела теперь от того, куда подует ветер. Все с замиранием сердца следили за столбом дыма и искр, который поднимался над горящим домом. Сперва он шел стрелой прямо к небу, потом стал понемногу наклоняться к северу, к баштанам и садам. Но это продолжалось какие-нибудь четверть часа. Понемногу столб завертелся, наклоняясь все больше и больше над рекою. Искры уже начали падать в воду, и в глубине точно живая дорога из облаков отразилась в клубящиеся волны дыма. Ветер дул к реке. Продержись он в этом направлении, пожар ограничился бы, по всей вероятности, одной-двумя избами. Но вдруг синий столб заколебался и расшибся на куски, точно от могучего удара, и упал на землю тучей дыма, пепла и искр. Потом, точно оправившись, он выпрямился снова, нагнулся, хлестнул по воздуху полукругом и, как зверь на добычу, кинулся на Спиридонову избу. Спасения не было. Деревня была отдана во власть пламени. Спиридонова изба, как осужденной, стояла одинокая, всеми покинутая и потрескивала, точно кряхтя, в ожидании своей участи. Лишь только ветерок подул в ее сторону, солома на крыше вдруг взъерошилась, закрутилась, как страусовое перо, и разом вспыхнула целым костром, который, как фонтан, прыгнул к небу. Но ветер схватил его за дымную верхушку, точно за волосы, и стал пригинать вбок, все ниже, прямо на Кузькину избу. Дым и пепел ударили в лицо, работавшим на крыше, спирая дыхание и слепя глаза. — Воды! Скорей воды! — крикнул Валериан вниз. Ведра забегали скорее. Вода полилась в несколько струй на крышу, но от жгучего дыхания и ветра солома уже начинала париться и жгла ноги сквозь обувь. Платье тлело на теле. Работавшие обливали себя с головы до ног, чтобы оно не вспыхнуло, но это помогало только на мгновение. Промокшее платье разогревалось, и, казалось, все тело кипело в котле. Через несколько минут на крыше оставаться стало невозможным. Народ бросился разносить две следующие избы и заливать третью, чтобы водой и расстоянием остановить огонь. Но все, что удалось, — это замедлить его движение. Промежуточные избы не успели вполне растащить, как сухая дрань и соломенная пыль вспыхнули, а вскоре затем затлелась и заливаемая изба. Пришлось отступить опять и опять вплоть до церкви, где пожар сам собой остановился перед широким кладбищем, примыкавшим к зданию. К счастью, именно с этой стороны оно было окружено небольшим чистоколом, подгнившим и покосившимся кое-где от старости. У наружной окрады, лицом к улице, стояла избушка, крытая тесом, выкрашена в зеленую краску, как и три маленькие купола луковицей, украшавшие собой церковь. Избушка принадлежала причту, и в ней жила с разрешения отца Василия, старуха Лукерия, просвирня. Церковь была деревянная, и Лукерияна сторожка была ей очень опасным соседством, так как загорись эта избушка, пожар мог передаться и церкви, и тогда вся южная сторона улицы неминуемо сделалась бы жертвой пожара. Валериан, распоряжавшийся более или менее в этой упорной борьбе с огнем, стал разносить чистокол и избушку, а народ, понимавший опасность такого соседства, деятельно принялся за работу. Но в это время отворились церковные двери, и оттуда показался Паисий с отцом Василием в полном облачении. Дьячок нес серебряную чашу со святой водой и крапилом, весь причт с крестами, хоругвями и иконами шел за ними. Сойдя с паперти, Паисий взял крапила, окунул его в чашу и стал крапить воздух по направлению к огню, затянув церковную песню, которую весь причт подхватил хором. Народ поснимал шапки и стал набожно и благодарно креститься, все побросали работу. Теперь за них выступила божественная сила, и человеческая помощь казалась уже ненужной и даже дерзкой. Паисий, по-видимому, совершенно разделял это чувство толпы. Во главе своей процессии он двинулся по направлению пожара, и, став ногой на повалившийся чистокол, принялся крапить и петь с удвоенным усердием. Народ жался за причтом, как испуганные стада. Иные подпевали, набожно подняв глаза к небу, другие побежали в церковь и повыносили все, что там было, хоругви и икон, и стали с ними за спиной духовного чина. Об иной борьбе с пожаром все перестали и думать. Валериан притеснился сквозь толпу и подошел к Паисию. — Батюшка, нужно снести сторожку, — сказал он. — Если она загорится, пожар пойдет на церковь, и тогда вся деревня пропала. — Ты бы, еси, покров наш, на тебя уповаем, — пел Паисий, не давая себе труда ответить. Он чувствовал себя силой, и нога его не сдвинулась с повального чистокола. — Ребята, — крикнул Валериан, — разносить сторожку. Ну же, не ленитесь, еще немножко, за мной! Он пошел по направлению к домику, стоявшему уже с ободранной крышей. Но никто из православных не тронулся с места. Только кучка штундистов присоединились к нему, да несколько мальчиков-подлетков, которым весело было все ломать и разрушать, пошли на его голос и принялись за работу. Православные не мешали им, но и не обращали на них никакого внимания, продолжая стоять к ним спиною. Штундисты работали молча, угрюмо. Им было не по себе. После того, как унесли раненого Павла, и они чувствовали глухую неприязнь со стороны толпы, для которой трудились, но работа подвигалась быстро. Демьян в одной рубашке, весь обливаясь потом, ворочал тяжелым ломом целые косяки. Бревна с грохотом падали на землю и тотчас оттаскивались на противоположную сторону улицы, которая оставалась нетронутой огнем. Кондратий тихо ободрял своих. Избушка таяла, и вскоре от нее осталось только засыпанное мусором и изрытое ямами место. Пажа, между тем, не унимался. Не будь разнесена осторожка, огонь неминуемо распространился бы и на церковь. Невыносимый жар и дым заставили притчт и православных податься назад. Понемногу они отступили к самым стенам церкви, и стояли со своими крестами и хоругвями, как войск, возащищающий свою последнюю твердыню. Голоса хрипли от пения. В чаше давно уже не было воды, но Паисий все еще продолжал махать сухим крапилом, чтобы ободрить своих. Краска на куполе морщилась и покрывалась пузырями, точно ошпаренная кожа. В нескольких местах полопалась и попадала вниз штукатурка. Батюшка, шепнул Валериан отцу Паисию, прикажите принести лестницы и обливать куполы водою. Все же поможет. Дерево ведь сухое, как спичка. Того и гляди вспыхнет. Отец Василий посмотрел на купол опытным взглядом деревенского сторожила и беспокойно покачал головой. Церковь могла загореться, а сейчас за церковью стоял его собственный дом. Но он не решился сделать какого-нибудь распоряжения от себя. Он отыскал глазами Паисия, с которым разлучился в этом продолжительном отступлении, и, подойдя к нему, передал ему в полголоса совет молодого барина. — И ты соблазнился? — скричал Паисий. — Бог наше прибежище! Среди пламени, десницу и своею, он защитит храм свой! Пол бороды у него искрошилась от жара, и риза была вся в опалине, но он был непоколебим. Послав дьячка за святой водой, он стал кропить стены крестом, стараясь достигнуть как можно выше. Толпа набожно крестилась, шепча молитвы, и точно, истощившись, пожар начал ослабевать. Перегоревшие бревна уже не давали такого пламени. Стоять у церкви стало легче. Ветер не дышал уже таким невыносимым зноем. — Отстоял! Отстоял! Господь свой храм! — шептали крестясь православные. Паисий восторжествовал. Но вдруг случилось нечто, повергнувшее снова толпу в ужас. Ветерок как будто стал меняться. Солнце уже склонялось к закату. Почва начинала остывать, и свежие стройки, как ровное ночное дыхание земли, неслись и от реки, и от противоположного леса. За рекой берег поднимался пологой покатостью, которая в версии расстояния кончалась небольшим хребтом. Пожар тянул к себе струи воздуха с обеих сторон, и эти струи сталкивались на пылающей деревне, разбиваясь при ударе на мелкие боковые струйки, которые метались на пыд дыма и искр то на дома, то на реку. Гора боролась с лесом, и, будучи ближе, гора начала одолевать. Все чаще и чаще пыхало снопами искр и дыма на дома. Все дальше и дальше прорывались они, и, наконец, эти мелкие, точно пробные вылазки превратились в одно общее нападение. Ветер переменился, отбитый от церкви огонь, устремился на дома противоположной стороны улицы, которая до сих пор оставалась в стороне, не тронутой пламенем. Народ бросился на улицу к своим угрожаемым жилищам и соцепенением ужаса смотрел на широкий поток дыма и огня, против которого не было никакого спасения. Все обгорелые избы при речной стороне, которые уже было потухли, потухали, вдруг, казалось, ожили под новым дуновением, и огонь длинными, свирепыми языками бросался на беззащитное человеческое жилье. Спасения не было, ни разрушить, ни даже залить их не было возможности. Огонь грозил почти всем избам разом. Особенно свирепо рвалось пламя из центра от последних изб, прилегающих к церкви, которые меньше успели перегореть до переменей ветра. Карпиха металась около своей избы, то вынося оттуда всякий скарб, то падая на землю в отчаянии, хватаясь за голову, Карпий с несколькими соседями вяло помогал. Его изба должна была загореться первая. «Галя! Галя!» закричитал Карпиха. «Куда тебя унесло, чертова девка?» Но Галя нигде не было видно. Она исчезла из толпы вскоре после того, как унесли Павла. «Постой! Я ж тебе задам! Я знаю, где тебя искать, пасходницу!» Схватив качалку, она бросилась бежать в Маковеевку. Ей нужно было что-нибудь делать, на чем-нибудь сорвать злость, дать какой-нибудь выход своему горю и волнению. Но, пробежав несколько шагов, она увидела попов, стоявших все на том же месте и певших какой-то благодарственный канон. Это разом дало другое направление ее мысли. Она остановилась и, повернувшись к толпе, стала кричать «Махай руками! Бабоньки! Православные! Смотрите! Что эти дармоеды делают! Своё добро отстояли и рады! А деревня хоть дотла сгори! Им и горе мало!» Куча баб, которым пристало несколько человек-мужиков, собралось вокруг карпихи, которая с азартом и смелостью, какой никто не подозревал, накинулась на попов. «Вы чего тут горло дерете? Небось, как за ругой, так вы тут, как тут, а как народу пособить, так от вас, как от козла молока! Видите, деревня горит, а вы тут прохлаждаетесь, лизочки, осмолить, боитесь, дармоеды, бесстыдники, ветаки!» Она пришла в совершенную ярость и принялась ругать отца Василия и припоминать ему его вымогательство. Досталось и Паисию, и Папам вообще. «Молчи, дура, что ты мяришь!» прикрикнул на нее отец Василий. Ему стыдно было показаться в таком невыгодном свете перед консисторским воротилой. Но Паисия остановил его. «Не тронь ее!» Она правду говорит. «Радуясь о храме Божьем, не надлежит забывать и о жилищах людских. Не обессудь, матка, не знаю, как тебя звать», обратился он к карпихе. «Не заметили мы вашей туги!» Точно же вместе с Причтом он пошел процессией по улицам, не обращая внимания на бившие им в лицо дым и искры, оглашая воздух громким, хоть и не стройным пением. Народ бежал за ним следом, обегая избы крестьян на ходу и шепча молитвы с крапивом в одной руке и с крестом в другой. Паисий наступал на пожарище, не обращая внимания на душивший его дым и горящие уголья, которые падали ему на ризу, на камеловку и на волосы. Он размахивал крапивом, как волшебник, повелевающий стихием, жезлом. И огонь, казалось, стал смиряться перед ним. У попа был могучий союзник. За спиной его в версте расстояния тянулся глубокий прохладный лес, который только на минуту был смят горою. Отдавшийся под ее напором, упругий воздух раздался снова и опрокинул своего противника. Новые и новые волны понеслись из глубокой чащи, как резервы, идущие на подкрепление передним рядам. Лес одолевал гору. Когда процессия, дойдя до конца деревни, медленно повернула назад, ветер уже установился и обметал и деревню, и реку, и горный скат, взметаясь на верхушку хребта, откуда он скользил непрерывным потоком по покатой равнине, еще освещенной лучами заката. Народ пришел в выступление, Карпиха, бывшая виновницей поповского торжества, упал на колени перед Паисием и целовал ему руки. «Чудо! чудо!» шептала толпа. Все крестились, многие плакали, многие целовали поповские ризы, четвертая часть деревни сгорела, но остальная была вне всякой опасности. В это время на дороге показалась пыль от приближающейся трусцой пожарной машины на двух тощих клячах, которых погонял старый инвалидный солдат. «Куда машину-то поставить, почтенные?» обратился он к толпе. Взрыв громкого хохота был ему ответом. «Опоздал, милый человек, упоздал! Что тебе раньше приехать? А теперь ты со своей машиной куда хошь, туда и ступай!» Толпа окончательно повеселела. Валериан и отец, шедшие медленной усталой походкой домой, долго слышали за собой взрывы раскатистого смеха. Глава двадцать пятая двенадцать домов сгорело и около семидесяти человек, считая в том числе женщин и детей, остались без крова и принуждены были приютиться у соседей и родственников. Но этим страшный день не кончился и новая, едва ли не горшая беда надвигалась. Злое семя было посеяно и должно было дать плод. Паисий отпустил притч с хоругвиями и иконами. Он победил и остался один с отцом. С отцом Василием торжествовать победу. Он разом овладел толпою и чувствовал, что теперь она принадлежит ему целиком и он может делать с нею все, что ему угодно. Он не забыл про еретиков, которые всего несколько часов тому назад сумели было соблазнить православную Ниву. Теперь пришло как раз время вытравить злое семя. Вот православные, рука Господня на вас, говорил он, проходя среди толпы, Бог Отец наш помиловал вас, когда вы к Нему воздели руки, наказавши вас за ваши грехи. Покайтесь же во грехах своих и обратитесь к Господу, пока он не в конец отвратил от вас лицо свое и не разразил вас гневом своим. Он заговорил о штундистах, попрекая православных их терпимостью и повторяя все те ужасы и обвинения, которыми он их осыпал в церкви. Но теперь каждое его слово против штундистов вызывало трепет ужаса и негодования. Паисий это чувствовал и все надавал и надавал. Ему пригодились теперь все задние мысли, которые пришли ему в голову после его утренней проповеди. Он то гремел как пророк, то переходил в убедительный фамильярный тон, который так действует на простых людей. Хоть себя к примеру возьмите, если при вас отца вашего кто поносить станет и бронить и взводить всякую напраслину, разве вы смолчите? Разве не остановите? А если вы побоитесь и не породеете и отец ваш узнает, что он вам скажет на это? Похвалит? Поблагодарит за любовь? А он отец наш небесный, он все видит и знает. И что же вы думаете? Он не скорбит, не гневается, когда эти отверженцы изрыгают на него хулу, святые его иконы на топливо рубят, храмы его поносят, над крестом святым, на нем же Христос распят был, надругиваются, а вы все видите, и нет, чтобы унять богохульников, терпите и подпорствуйте. Да чего же нам их жалеть, окаянных, что они нам? Мы рады постоять за Бога и веру православные, раздавались в ответ дружные голоса. Вот тот же продолжал Паисия, помнитесь, пока не поздно, перст Божий явил себя сегодня, вы люди темные, Бог не захотел вас в конец извести, а только покарал любя, а за что? За то, что вы соблазнились речами еретическими, и где же? В самом храме Божием, уйми вы его, как только он раскрыл свои богохольные уста, пожара было-не было, потому что вы ушли бы из церкви раньше, и захватили бы огонь, чуть он загорелся, разумеете же, промысел Божий, и получайтесь. Этот довод был последним и самым решительным, который окончательно сбил с толку толпу. Дело было ясно до очевидности. Ах ты, Господи, да ведь оно и за правду так, крикнул старик Шила. Так вот оно что! Ах, они окаянные, вторила толпа, сомнений больше не могло быть, что нидисты были во всем виноваты. Братцы, душня они ли подожгли деревню, крикнул Панас. Обвинение было нелепо и дико, оно противоречило и фактам, и логике, но толпа вдруг ему поверила. А что ж, кому больше, сказал философ Кузька, а неизвестно всякую пакость рада православным сделать. Эй, кто в деревне был? Кто что видел? крикнул Шила. Дед Спиридон, его сосед, чья изба загорелась первой после Шилиной, старик, потерявший счет годам, оказался оставался дома. Он объявил, что точно видел из окна, как кто-то шмыгнул из Шилиной избы и побежал вдоль по реке, хотя по старости он не мог припомнить, видел ли он это до того, как вспыхнул в Шилен сарай или после. Ну вот, так и есть, крикнуло несколько голосов в толпе. Бежит и воет, показалось мне, будто Авдюшка, юродивый, шамкал Спиридон. Ну, какой там Авдюшка, это тебе сослепо показалось, смеялась толпа, в головах которой убеждение в виновности штундистов засело гвоздем. «Кабы не они», сказал Савелий, «так чего бы погорели одни православные и ни одного штундаря?» «Так-так, верно, это они нехристи, бусурманы, проклятые». Замечание Савелий оказалось справедливым. Случайно, штундистские избы были рассеяны частью по той стороне улицы, которую огонь пощадил, частью в южной половине деревни, куда пожар не распространился. Толпа вдруг остервенилась. Неизвестно, кто крикнул, «Ребята, идем бить штундарей!» И все бросились по этому крику точно по команде. Ближайшим оказался дом Кондратья. Толпа ворвалась туда, вылма в двери, но в доме не было ни души. Мигом все было изломано, окна выбиты, сундуки взломаны, и все, что попадалось под руку, платья, горшки и мешки с хлебом. Все было порвано в клочья, побито, рассыпано. Побежали в следующий дом, там тоже никого не было, кроме маленьких детей, которые с успугу забились под печку, что индисты собрались в это время на моленье в Лукьяновой пасеке, но об этом никто не вспомнил. «Ага, попрятались! Знают Анафему свою вину!» кричала толпа, разъяряясь все больше и больше. В книжах насчитывалось шесть штундийских домов. Все они подверглись одинаковой участи, а стервеневшая толпа жаждала новых жестокостей. «Ребята, идем Павла бить! Он всему делу заводчик, ему некуда сбежать с расшибленной головой! идем, идем, он всему дел заводчик, с него бы начать!» С палками и вилами народ повалил полем в Маковеевку. Паисий оставил отца Василия в деревне, наказав ему не допускать народ до крайних пределов неистовства, а сам пошел за толпою. Он рад был дать острастку еретикам, но и начинал немного побаиваться, как бы дело не зашло слишком далеко и ему потом не досталось. Павел лежал на лавке с повязанной головой, у изголовья лицом к больному сидела Галя. Матери в комнате не было, она наведывалась от времени до времени и затем под каким-нибудь предлогом уходила, чтобы оставить молодых людей одних. Галя держала Павла за руку и тихо, робко, как на первой исповеди, рассказывала ему о том, как нашла на нее откровение, как она вдруг все поняла и почувствовала, что все, что она дотоле слышала в церкви и знала и повторяла, вдруг стало живой правдой. Павел тихо и радостно улыбался, слушая и едва веря своим ушам, так внезапно было для него это неожиданное счастье. От времени до времени он задавал ей короткие вопросы, чтобы полнее понять ее душевное состояние. Она отвечала просто и чистосердечно, и с каждым ее словом он чувствовал, как росла душевная связь между ними, он понимал ее с полуслова. «Да, так, это и со мной было», повторял он. В сумерки Ульяна вошла и стала накрывать на стол. Павлу не хотелось есть, но он сделал над собой усилие и сел за стол. Сегодняшний вечер был единственный и счастливейший в его жизни, и он хотел достойно почтить его. Ульяна отрезала ломоть черного хлеба и поставила на деревянной тарелке перед Павлом, потом пошла в светелку и принесла оттуда Евангелие. Павел взял ее в руки и начал читать, но ему было трудно, и он передал книжку матери. «Дочитай», сказал он, «это была любимая притча штундистов о блудной овце, где говорится о радости ангелов по поводу обращений хотя бы одного грешника». Павел все время не спускал глаз с Галли. «Да», задумчиво проговорил он, когда чтение кончилось, «Радуются теперь ангелы, и мы возрадуемся здесь на земле, как ангелы на небесах». Ему трудно было говорить много, но лицо его и глаза договорили остальное. «Мать», прибавил он, «прочитай теперь о тайной вечере». Когда глава была прочтена, Павел не вставая, переломил лежавший перед ним хлеб на три части и дал каждому по куску. Когда все трое откусили, он налил в деревянную чашку вина и подал ее сначала матери, потом Гале, потом выпил сам. Это было штундийское причастие. Участием в нем Галя окончательно связывала себя с новой церковью. Павел не мог сдержать радостного волнения. Несмотря на сильную слабость, он встал и громко от полноты благодатного восторга воскликнул «Господи, вседержителю Ты, даровавший мне явно то, о чем дерзала втайне просить Тебя, душа моя, об одном молю Тебя ныне, пошли мне случай послужить Тебе и претерпеть во имя Твое, если будет милость Твоя, да не посрамиться имя Твое». Он вспомнил предсмертные слова Лукьяна, и теперь он им верил. Ульяна про себя повторила ту же молитву, прося от себя, чтоб, если уж сподобит их Бог пострадать, то, чтоб он призвал ее первую. Она так любила сына, что не была уверена в себе, что она не соблазниться. Павел стоял в экстазе и смотрел подсерянным взглядом, подняв вверх ослабевшие, дрожащие руки и вдруг застыл в одной позе, прислушиваясь. «Чух, слышите шум и голоса?» спросил он женщин. «Те, как, не напрягали слух, ничего не могли расслышать. Ля, кусни, это тебе пригрезилось», говорила мать. «Нет, не пригрезилось». «И не думайте, что я не в своем разуме», сказал Павел. «Я слышу ясно человеческие шаги, как от быстрой идущей толпы людей, и голоса их слышу, а слов еще не различаю, только чуется мне что-то недоброе». «Постойте, слушайте». Притаившее дыхание, обе женщины снова стали прислушиваться. Кругом было так тихо, что можно было слышать, как муха пролетит. Так прошло несколько минут. Наконец Галя сказала, «Я что-то слышу». До ее уха доносились неясные звуки, точно писк и стрекотание насекомых в глубокой траве. «Постой, постой», воскликнул Павел, останавливая ее жестом, он высунул голову, напрягая свой изощренный болезнью слух, и вдруг вскрикнул, «Галя, уходи, уходи скорее, чтоб тебя здесь не застали, беда идет на нас». «Что, что такое?» скричали обе женщины, идут на нас с яростью, огни у нас увидели, на дом показывают, говорят злые слова, сказал Павел. Он слышал толпу, точно она была под самым окном. «Галя, уходи, уходи, ради Бога!» скричал он. Галя покачала головой, и лицо ее затуманилось, ей показалось, что Павел хочет услать ее, потому что все еще считает ее чужой. «Где ты?» там и я, прошептала она. «Ну, так пусть будет с нами воля Божья», сказал Павел. Все трое сели и стали слушать. Теперь уже никому прислушиваться не нужно было. Шум шагов и голоса стали явственно слышны. Они становились все громче и громче. Идя на злое дело, толпа старалась возбудить себя криками и угрозами. Улица была запружена народом, а свирепевшие лица поворачивались кверху. Кулаки потрясались в воздухе, камни и брань полетели в окна, ворота и дверь были отперты и никому в голову не приходило запереться. Толпа с криком ворвалась в избу. Карпиха вбежала одна из первых. «Ах ты, паскуда! Ты как здесь?» крикнула она, увидевши Галю и схватив ее за волосы повалила на землю и стала тузить в чем попала. Это спасло девушку, увидев родительскую расправу. Толпа оставила Галю в покое и с бранью окружила Павла. Раскрытая на столе книга, казалось, все более раздражала толпу. «Колдон, чернокнижник! Ты всему злу, заводчик! Убить его не христя! За это семьдесят грехов на том свете простятся!» Несколько человек с поднятыми кулаками бросились на Павла, который отступил на несколько шагов и стоял в углу под пустым киотом, где когда-то висели образа. При виде надвигавшейся на него толпы он побледнел, но, он не пошевелившись, ждал своей участи. Ульяна протискала сквозь толпу и загородила собой сына. Она была бледна, как смерть. Тяжелый рубец был в ее руках. Любовь матери пересилила в ней религиозные предписания. «Дозад!» крикнула она хриплым голосом, которого даже сын ее не узнал. «Ух ты, ведьма старая!» скричал Кузька, отталкивая ее в сторону, но прежде чем он успел опомниться, Ульяна взмахнула рубцом, который с глухим треском упал ему на голову. Кузька со стоном повалился на землю. Тут толпа остервенилась окончательно. В минуту Ульяна была смята и оттиснута в дальний угол комнаты. Савелий вырвал у нее рубец и сильным толчком повалил ее на землю. Ее стали топтать, рвать на части. Кровь вхлынула у нее из горла. В это время в избу вошел Паисий, который не мог, а может и не особенно хотел поспеть за толпою. «Остановитесь! Так ведь и убить недолго!» сказал он спокойным голосом, отстраняя от простертой на земле Ульяна ее мучителей. «Сама начала, ведьма старая!» оправдывался Савелий. «Вот кузьки башку проломила!» «Что ж, можно бабе острастку дать, а зачем же бить смертным боем?» наставительно произнес Паисий. По приказанию Паисия ее положили на лавку. Она тяжело хрипела, но не открывала глаз. Тем временем несколько человек уже схватили Павла, который, не сопротивляясь, отдал своим руки. «Бей его!» «Рви!» кричали одни. «Тащи его вон!» «Не поганец бы», — кричали другие, но эти крики были покрыты другими. «Вяжи его и в воду! Коль выплывет, так колдун, а ко дну пойдет, так нет!» Паисий подошел к ним. «Православные, не след губить душу, пусть покаяться», сказал он, но его не слушали. Павла схватили, связали ему руки назад и поволокли вон. Галя вырвалась из рук матери. Она хотела крикнуть, но голос отказывался повиноваться ей. У нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она упала без чувств у ног Ульяны. Изба опустела. Только Авдотья осталась причитать над дочкой, стараясь привести ее в чувства. Толпа пошла к реке. Паисий с трудом поспевал за нею, переваливаясь на коротких ножках. Когда он подошел к реке, народ уже выволок Павла на помост, где бабы мыли обыкновенно белье над быстриной и собирался бросить ее в воду. Стой, сказал он, привяжите пояс ему под мышки. Савелий по привычке слушаться начальства спустил себя, сми, «как». Едва только он проделал его под связанные руки их общей жертвы, как несколько человек столкнуло его в воду. Павел пошел ко дну. «Вишь ты, тонет. Видно, заколдовать себя не успел», злобно проговорила толпа. «Тащи назад», сказал Паисий. Савелий потянул конец пояса. Павла вытащили на помост. «Вот, окрестили шнундаря», со смехом крикнул Панас. «Отрицаешься ли дьявола и всех ангелов его?» спросил Паисий, как это делается при настоящем крещении. «Господи!» громко воскликнул Павел. «Прости им! Не ведают во что творят!» «Но это мужество еще больше разъярило толпу. Не вас чувствовал? Бросай его снова! Держи подоши!» крикнул несколько голосов. Павла снова бросили в воду. Когда его вытащили, Паисий повторил «Отрицаешься ли дьявола и ангелов его?» И Павел снова повторил «Господи! Прости им!» «Бросай его опять!» крикнул на этот раз сам Паисий. Павла снова бросили в воду, когда его вытащили в третий раз, он едва мог говорить. Паисий повторил свой вопрос. «Господи!» прошептал он. Паисий не дал ему кончить. «Будь ты проклят!» «Еретик!» «Все века в будущий!» Кто-то бежал вниз по крутизне. Это был Валериан. Он зашел проведать Павла и из Ахов Авдотьи догадался о том, что творится. «Что вы делаете? Бога в вас нет!» скричал Валериан, вбегая на помост. «И вы, батюшка, тут стоите поощряете! И ты, Савелий, староста, еретика по христианскому хотели. Никакой в том беды нет», сказал Паисий. «По вашему попоповскому может быть и нет, а по закону за такое мучительство в Сибирь полагается», обратился он к мужикам, преимущественно к Савелью. «Сибирь?» усмехнулся Паисий. «Этому богохольнику и осквернителю храма точно в Сибирь прогуляться придется, а не тем, кто хотел спасти его душу и возвратить его в истинную веру». Он запахнул рясу и медленно и важно удалился. Оставшись один, Валериан стал стыдить мужиков. «Совести у вас нет. Смотрите, человек больной, чуть не убило его. Когда вас же от пожара он спасал, и вы чем ему отблагодарили?» «А пожар-то через кого?» возразил Савелий. «Все через него, окаянного». «Да они жене христи подожгли!» крикнул Шила, грозя Павлу кулаком. «Не так еще с тобой, чернокнижникам, нужно было расправиться». «Старый ты человек!» «А мелишь такой вздор!» скричал Валериан. Он подошел к Павлу и развязал ему руки. «Идите себе с Богом, присмотрите за матерью, я зайду потом проведать». Павел ушел, понурив голову. Быть обязанным освобождением, быть может, жизнью безбожнику, каким он считал Валериана, было самым тяжелым испытанием, какое ему было послано в этот день. Он не мог разобраться с мыслями, не мог понять такого противоречия. Бог знает, что творится, сказал он наконец про себя. Валериан не мог исполнить своего обещания зайти проведать старуху Ульяну. От ожогов, которые он сам получил, и от волнения с ним в тот вечер сделалась лихорадка. Он слег и пролежал в постели два дня. Когда он пришел к Павлу, то застал там Кондратья. Старуха мертвая лежала на столе. Она умерла накануне от причиненных ей побоев. Ее молитва о том, чтобы принять венец мученический, если она сподобится его, раньше сына, была услышана. Павла не было в это утро. За несколько часов до прихода Валериана за ним пришел Сотский везти его в волость, откуда его увезли в город и посадили в ту самую тюрьму, где сидел покойный Лукьян. Его обвинили в публичном оказательстве оскорблений храма. По его делу составлена была комиссия, председателем которой был назначен тот же Паисий. Глава 26. Прошло два с половиной года. Суровый тихорь. Тихорь. А все-таки целые месяцы понадобится ему, чтобы долететь до какого-нибудь города или настоящей деревни. Далеко забрались мы. Суровое здесь небо, бедна природа и беспомощен и жалок человек. Холодное солнце уже перевалили заполдень, но его не видно на молочном небе, подернутом тонкой пеленою облаков. Еще тусклее и унылее под этим ровным, неподвижным светом выглядит однообразная равнина, по которой то там, то сям торчат посреди сугробов верхушки тонкой листьевницы. Тяжело ступая в широких котах по свучиву снегу дороги плетется длинной лентой арестантская партия. Люди устали и замерзли. Грубые халаты и изодранные полушубки плохо защищают от стужи. Цепи, хотя и искусно подвязанные, задевают снег и мешают идти. В хвосте колонны шла, впрочем, небольшая кучка арестантов без цепей, хотя они, очевидно, считались наиболее опасными, так как цепь конвойных вокруг них сгущалась. Это были политически ссыльные административным порядком, которые, не будучи судимы, не были лишены своих привилегий. Их было немного, всего пять человек. Одна девушка, ссылаемая за распространение каких-то брошюр, и четверо мужчин, из коих один был совсем мальчик, лет пятнадцати, с голубыми глазами, курчавой головой и круглым и круглым детским личиком несколько нерусского типа, которое так и горело на морозе. Его звали Ваней. Он был еврей родом, и как таковой за найденные у него революционные брошюрки ссылался ни более ни менее, как в северный улуз по ту сторону полярного круга. Двое других были люди средних лет. Один отставной чиновник, другой помещик, ссылавшийся за укрывательство собственных детей, которых постигла гораздо более жестокая кара. Пятой выбранной старостой партии задумчиво шел впереди своих товарищей, которых незаметно обогнал и смешался с толпой уголовных. Это был наш старый знакомый Валериан. Он тоже попал в ссылку, и это случилось очень просто. Когда после событий, описанных в последней главе, Валериан поднял новое дело об избиении Ульяны, повлекшем за собой ее смерть, и об издевательстве над Павлом, Паисий отписал, что издевательства никакого не было, а что Ульяна умерла своей смертью после драки ей же затеянной. Потом, видя, что Валериан не унимается и ведет дело дальше, он решился прибегнуть к легкому и испытанному средству уничтожить своего неугомонного противника. Он написал на него донос в Петербург, обвиняя его в революционной пропаганде и распространении среди мужиков бунтовских брошюр. Никаких фактов в доказательство Паисий привести не мог, потому что сам ничего, наверное, не знал, но и подозрений было, конечно, достаточно. У Валериана был сделан внезапный обыск и, к несчастью, удачный. У него нашли пакет книжек, которых он на беду не успел припрятать, так как только что получил их из Петербурга. Участь его была решена. Поймав конец нитки, жандармам уже нетрудно было расплести весь клубок. Валериана увезли в Петербург и посадили в крепость, где продержали около двух лет. Тем временем набежали кое-какие улики, выяснились кое-какие другие провинности. Дело приняло серьезный оборот и только благодаря связям старика отца наказание ему ограничилось ссылкою в Восточную Сибирь. Теперь огромный путь был пройден и они приближались к Японску маленькому городку, где первая партия поселенцев должна была остаться. Валериан выдержал путь прекрасно, но следы крайнего изнеможения видны были и на его спутниках и на прочих арестантах, составлявших огромную партию. Ежесть, вызодранные полушубки, уныло плелись арестанты, бороздя ногами глубокий сыпучий снег. Колонна растягивалась все больше и больше. Поручик Миронов, начальник конвоя, вышел наконец из себя. «Прибавь шагу! Подтянись!» крикнул он, сойдя с дороги, чтобы быть больше на виду. Поручик Миронов был человек лет пятидесяти, выслужившийся из фельдфебелей, с проседью и красным облупившимся от мороза лицом. «Сомкни колонну, вша осторожная!» «Острожная!» повторил он, входя понемногу в ругательный азарт. Он был большой мастер скорнословить и любил щегольнуть этим при случае, но он сдерживался и ругался, так сказать, в полсилы. В партии шли политические, которые, хотя и преступники, а все же люди образованные, и поручик стеснялся тем, тем более, что с одним из них, именно с Валерианом, он успел познакомиться и даже, можно сказать, сблизиться за дорогу. Миронову случилось за немочь, но о болезнь не свой брат пришлось поклониться своему же арестанту. Валериан поставил его на ноги. С этого и началось знакомство, которым Миронов почему-то очень дорожил. Подгоняемые криком грозного начальника арестанты прибавляли шагу. Больше, чтобы показать рвение, потому что, пройдя почти бегом мимо конвойного, они начинали плестись медленнее прежнего. Перед Мироновым мелькались серые, заиндевелые фигуры, молодые, старые, с бородами и без ворот, мужчины, бабы, парни. Прогремела повозка с кладью, оставив за собой большой интервал. Два арестанта, очутившиеся впереди, ускорили шаг, но не вздумали ни бежать, ни иным образом обнаружить свое рвение. Конвойного это тотчас привело в ярость. Он бросился на лентяев с поднятыми кулаками. «Я вам покажу, как прохлаждаться!» крикнул он и занес руку для здоровенной затрещины к раннему белокурому парню лет тридцати с красивым вдумчивым лицом, но в это время он заметил своего приятеля из политических, доктора, смотревшего на него упорным, строгим взглядом. Руки Миронова опустились, он ограничился легким пинком в спину к раннему, больше для проформа, да густым потоком брани, который, как известно, на вороту не виснет. Ни белокурый постарший парень, ни его товарищ помоложе, в котором по волосам и смуглому цвету лица можно было узнать южанина, ничем не ответили на обиду. Младший нес на руках продолговатый комок всякого тряпья и платков, внутри которого шевелилось маленькое живое существо, ребенок. За ним, еле передвигая ноги от усталости, шла молодая баба, очевидно, его жена. Ишь, барыня не мог удержаться конвойной. Баба как-то съежилась и ближе прижалась к мужу, точно желая за него спрятаться, но конвойный больше их не трогал. Пропустив еще с десяток пар, он повернулся и пошел рядом с колонной понемногу, как будто нечаянно отставая, пока он не поравнялся со старостой политических, взгляд которого помешал кулачной расправе. Валериан продолжал себе идти своей дорогой, решительно, не обращая внимания на шагавшее рядом с ним начальство. Миронов крякнул, никакого результата, ведь вот какой народ, проговорил он, как бы, размышляясь сам с собой, без браний, да зуботычины, кажись, щей хлебать не заставишь. Молодой человек усмехнулся и повернул к нему свое красивое бледное лицо с маленькой мягкой бородкой и густыми белокурыми кудрями, выбивавшимся из-под серой арестантской шапки. А вы попробуйте, сказал он. И пробовать нечего, отвечал конвойный. Скоты, батюшка, они люди, про иных прочих я не говорю, поспешил он прибавить. Вы люди образованные, но о те, которых вы чуть-чуть не побили. Тоже скоты, по-вашему, сказал молодой человек, указывая головой на арестантов, шедших впереди за повозкой. Штандарита, но эти еще ничего себе, и за что только их гонят, в толк не возьму. Смирный народ, да ведь их никто и не трогает. Не трогает? А вы-то сами только что. Что ж, я ничего. Так разве представление сделаешь, чтобы не зазнавались? Ведь чуть-чуть не на сто сажен отстали. Не потакать же. Да разве они это нарочно? Смотрите, баба-то его совсем пристала. Того глядит, упадет по дороге. Вы бы вместо руганий хоть на повозку-то ее посадили. Ну вот еще. В карет не прикажете ли? Рассердился конвойный. На всех повозок не напасешься. Уж вы, Валериан Николаевич, того. Трое арестантов, шедших за повозкой, были Павел с Галей и Степан иконоборец. Степан ссылался на каторгу, а Павлу наказание ограничилось поселением. Они встретились с Валерианом в московской пересыльной тюрьме, куда Валериана привезли из Петербурга, а их с юга. Насколько времени Валериан и конвойный шли молча? А скоро ли этап? спросил Валериан. Я тоже устал порядком по этой дороге. Скоро, утешал его Миронов. Сейчас место. Эй, не отставай, подтянись, зашумел он снова. Он прибавил шагу, чтобы нагнать голову колонны, не переставая все время покрикивать, и вскоре штундисты услышали его голос и забористую брань у самого своего тыла. Галя испугалась и, спотыкаясь, в глубоком снегу бросилась вперед. «Чего ты надрываешься?» шепнул ей Павел, удерживая ее за рукав. Миронов заметил это и повел усами, что у него было предвестником брани, но вместо того, чтобы разразиться потоком сквернословия, он сказал «Эй, молодуха, пристал на задние ноги? Иди на телебу, что ли?» Павел и Галя с удивлением посмотрели на конвойного, не зная, издевается ли он над ними или говорит серьезно. Это колебание и удивление разом взбесили поручика. «Ах ты, ведьма, киска, вскипел он, еще кочевряжица вздумала, ноги протянешь, так не ж за тебя отвечать, пошла в телегу, коли вилят». «Эй, ты, болван, стой!» крикнул он погонщику. «Не слышишь, что ли, что тебя зовут?» Повозка съехала с дороги и остановилась. Павел помог Галя влезть. «Дай мне ребенка», сказала Галя. «Ничего, я сам понесу», отвечал Павел. «Я не устал». «Нет, дай, ему здесь покойнее будет, мне нетрудно держать». Павел подал ей ребенка и побежал вперед на свое место в рядах. Повозка снова двинулась, пристав на этот раз к хвосту колонны. Дорога перевалила через холм и пошла прогаленной, поросшей густым хвойным лесом. Ветер утих, неподвижный воздух потеплел, и хотя небо потемнело и стало матово-сером, но казалось, что-то было не от сгустившихся облаков, а от приближения сумерек. Покойно, сидя на своей вышке и приятно покачиваясь на мягких мешках, Галя чувствовал себя, как в раю. Ребенок был тоже, по-видимому, доволен. Он не ерзал, не шевелился и, казалось, соснул. Заслонив его от света, Галя приподняла платок, закрывавший ему личико. Мальчик не спал. Он зажмурился на минуту от света и поморщился в нерешительности расплакаться ли ему или нет. Но Павел поскот так приятно убаюкивал его легкой качкой, что плакать решительно не стоило. На мягких губках появилась улыбка, и он весело заболтал ручонками. Галя вся просияла. Нагнувшись над ребенком, она стала целовать это маленькое личико, эти красненькие ручонки и прижимать к груди это крохотное, беззащитное создание, источник такого счастья и такого страдания. «От только бы Бог дал ей сберечь малютку», думала она. Сегодня утром мальчик что-то не домогал, но за день он опять оправился, и она была счастлива снова. Лес между тем кончился, дорога потянулась открытым полем, которому нигде не видно было ни конца, ни предела. колонна стала растягиваться все больше и больше. «Подтянись, сволочь безногая, живей, скоро ночлег», кричал Миронов, понукая, где бранью, а где и пинком. Но вот с холмика арестанты увидели полузанесенное снегом темнеющие бревенчатые здания, обнесенные чистоколом. Это был этап, хотя он казался не более спичечной коробки, так что в первую минуту трудно было поверить, что вся эта масса народа может в ней поместиться. Партия приободрилась, усталости как и не бывало, все и люди и лошади прибавили шагу. До этапа оставалось минут двадцать ходьбы, ветер утих, но небо вдруг потемнело и кони стали фыркать и беспокойно метаться. На востоке на темно-сером фоне горизонта показалось белое облачко, и конвойные, и старые опытные бродяги, которых было немало в партии, поминутно посматривали туда. Облачко росло, хотя едва заметно, и очевидно приближалось. Воздух стал как-то особенно тяжел. В поле в нескольких местах поднялось снег, точно гигантская лопата опустилась сверху и взметнула его вверх. Толбыли струи ветра, налетавшие на землю откуда-то свышены, пробивая крепко сдавленный нижний слой воздуха. «Буран! Буран!» раздались крики, и, не дожидаясь команды, вся колонна ринулась вперед в том направлении, где минуту тому назад виднелась черная коробочка. Теперь все слилось в непроницаемую мглу. Снег валил хлопьями, которые сильный вихрь крутил, завывая по полю. Павел бросился к повозке, где сидела Галя, но бежавшая кучка арестантов сбила его с ног, а когда он встал, то уже не мог разглядеть ничего, кроме тонущих во мраке спин. «Галя! Галя!» кричал он. Вой вихря был ему единственным ответом. Галя не могла его слышать, она была впереди, и прижавшись ко дну повозки, она старалась своим телом согреть своего мальчика от пронизывающего ветра. «Галя! Галя!» плеча между тем Павел. Он видел мельком, как Галя нагнулась на телеге. Ему показалось, что она слезла, и он был уверен, что Галя где-то где-нибудь бродит. Какая-то телега грабыхнулась вдалеке. Павел бросился туда, и через минуту его не видно было в вихре снега. Вдруг перед ним точно из-под земли выросла шеренга пяти человек, которые шли ему навстречу, держась за руки. Это была кучка политических предводимых валерианом, который шел посередине. Он узнал штунгиста. «Куда вы?» окрикнул он его. «Назад! Заметет вас в поле через минуту!» Он высвободил руку и взял его в ряд. «Идем скорей! В ряду не собьешься! Прибавь шагу! Ребята! Ваня! Не отставать! Покажите, что вы совсем большой!» шутливо обратился он к своему соседу. «Да мне что? Я совсем не устал!» сказал Ваня, бодрясь. Он собрал последние силы и пошел так быстро, что остальные едва за ним поспевали. Они чуть не стукнулись лбами в чистокол этапа, который вдруг выдурнул перед ними из мрака. «Ворота налево!» «Забирай влево! Вдоль забора!» кричал Валериан, стояние. Когда они вошли во двор, там была уже куча народа. Конвойные, погонщики, арестанты все смешалось в одну веселую толпу, радовавшуюся избавлению от гибели. Миронов хотел сделать перекличку, но это оказалось совершенно невозможным в темноте. «Все! все!» кричали арестанты. «Буран не свой брат! Сяков загонит!» Миронов пересчитал только политических, которые держались кучкой и оказались на лицо. Остальных он не стал задерживать на холоде и в юге. На всякий случай он приказал, пока не уляжется Буран, держать свет во всех верхних окнах, которые были видны с поля, и часовым приказано было подавать чаще голос на случай, если кто из арестантов заблудится в степи. А пока он распустил партию, скомандовав на ночлег. Арестанты шумной гурьбой бросились в здание, чтобы захватить, если можно, место на нарах, а не под нарами. Павел нашел в толпе Галю с мальчиком на руках. Они очень обрадовались друг другу, потому что и Галя была в большом беспокойстве за Павла, но предаваться излияниям было некогда. Нужно было бежать, захватывать место для ночлега. Когда они втиснулись в двери этапа, палата была уже битком набита народом. Павлу со Степаном с трудом удалось захватить угол на нарах для Гали. Самим же им пришлось либо ложиться на грязный смрадный пол, либо спать, сидя, прислонившись к стене. Глава двадцать седьмая дежурный внес парашку. Старший унтер-офицер окинул последним взглядом камеру, чтобы убедиться, что все обстоит благополучно, и вышел, замкнув за собой дверь. Партия была предоставлена самой себе до следующего утра. Иные тотчас живо расположились на нарах и под нарами, и вскоре оттуда послышался громкий храп на всевозможные мотивы и тоны. Другие, усевшись полуголые у маленькой керосиновой лампочки, стоявшей на опрокинутом ведре, чинили разные свои лохмотья. В укромном углу у стены со стороны входной двери расположился на полу маленький кружок из пяти человек, которые дулись в карты. От времени до времени слышался оттуда сдержанный шепот. В промежутках раздавалось бульканье плоской бутылочки, переходившей из рук в руки. Молчаливый татарин майданщик сидел, упираясь руками в колени, и считал партии. Галя уложилась как могла на лавке. Степан нашел свободное местечко немного подаль. Павел примастился внизу, сидя у стены. Пол был так невероятно грязен, что лечь на него было то же, что растянуться в вонючие лужи. А с Лукьянушкой как раз что-то неладно, сказала Галя. Днем такой славный был, что любо было смотреть, а вот теперь опять затасковал голубчик наш. Это от того, что с чистого воздуха, со вздохом сказал Павел. Дух тут тяжелый какой, но да Бог даст обойдется. Мальчику тяжело было дышать в этой переполненной народом комнате. Он был недоволен, обижен такой переменой к худшему и считал себя в полном праве разразиться громким ревом. Но после сытной груди и долгой прогулки на свежем воздухе его сильно клонило ко сну, и он не хотел откладывать этого удовольствия, и потому, ограничившись недовольным бурчанием, он тихо засопел. Ну вот, видишь, я говорил, сказал Павел, Галя успокоилась. Бережно положив мальчика к стенке, она легла с ним рядом, стараясь вытянуться, чтобы занимать как можно меньше места, и закрыла глаза. Но ей не спалось. Мальчик метался во сне, сбрасывая не мальчиком, и не сна лопатологи, сна лопатологи, — Песенник будешь, как батька, — любовно проговорила Галя. Она положила мальчика возле себя и стала забываться сном, как он снова заплакал. На этот раз она унимала его долго и не спускала с рук, пока он не заснул крепко. Она сама чуть не валилась от сна и усталости, и едва только мальчик умастился в своем уголке, как она сама упала на дорожный мешок, служивший ей подушкой, и тут же же заснула тяжелым сном полного изнеможения. Сколько она проспала в эту страшную ночь, она не могла сказать. Тяжелое сознание и действительности не покидал ее ни на минуту. Она помнила, что она в Сибири, что ее гонят в ссылку в какое-то бесконечно далекое нежилое место. Но зачем она попала в рудники? Павла осудили ведь на вечное поселение, а не в рудники. А она так и вовсе осуждена не была. Она вольная, охотой идет за мужем. Зачем же ее в рудники пригнали? Ну да на все воля Божия, нужно все терпеть, не ей, а им грех бабу с ребенком в рудники посылать. Она была в арестантском костюме, с лопатой и что-то копала. В шахте было много всякого народа в таких же нарядах, как она, и все работали. Баб она не видела. Все мужчины, только Павла между ними не было. Это отец Паисий так устроил по злобе, чтобы им не вместе работать. Рядом с ней стояла тачка, куда она бережно накладывала руду, чтобы не потревожить своего Лукьянушку, которого она уложила на той же повозочке. Он был спеленатый и чистенький, не то что на этапе. В шахте было темно. Что-то вроде не то факела, не то лампадки освещало тот угол шахты, где она работала. Кругом была густая темнота, наполненная шумом и криками. Там, видимо, копошились люди. Вдруг из этой темноты выделилась какая-то человеческая фигура и направилась к ней. Хотя она не видела ее, потому что стояла к ней спиной, но она чувствовала, как эта фигура все приближается, и понемногу ею начинал овладевать удручающий страх. Ей хотелось обернуться, хотелось бежать, что есть мочи, но она не смела пошевельнуться с места и продолжала долбить руду. Фигура, между тем, стояла уже за ее спиною, и вдруг в ее ушах раздался грозный окрик. «Так-то ты копаешь, ведьма киевская!» Галя обернулась. «Теперь уже все равно», — подумала она и узнала голос конвойного поручика Миронова. Только одет он был как-то странно и был очень свиреп. Никогда не думала она, что человеческое лицо может быть таким свирепым. Он был весь красный, страшно поводил усами, и из глаз его точно искры сыпались. «Ребята, покажите-ка ей, как копать!» — крикнул он. Все побросали работу, и с гиканьем, и хохотом схватили ее и бросили в яму, которую она только что перед тем выкопала. «Щенка ее, брось к ней! Скучно ей! Не скучно, чтоб было!» — крикнул Миронов. И кто-то бросил на нее сверху мальчика, и со всех сторон на нее посыпались комки земли среди диких криков и дикого гоготанья. Их закапывали живьем. Тяжелая земля давила ей грудь. Она задыхалась. «Господи, приимли мою душу!» — скрикнула она и проснулась. Но она не тотчас пришла в себя, и казалось, что она все еще во сне. В камере стон стоял от подавленного крика площадной брани. Один из игроков смошенничал, и его товарищи тузили его в углу. Пайданщик бросился их разнимать, рассыпая тумаки направо и налево. «Будет вам, черти окаянные!» — грозно закричал он. «Начальство накличите! За вас, черти, отвечать придется! Это и убить недолго!» Он вырвал провинившегося игрока из рук его остервенелых товарищей и толкнул его пинком в угол за свою стойку. «Проспись, дурацкая башка!» — сказал он, загораживая его своим грузным телом. Игроки уселись по своим местам и стали сдавать карты. Галя сидела на лавке и старалась прийти в себя. Рядом с ней Лукьянушка метался и плакал. Она взяла его на руки и стала укачивать. Но он не унимался. Все его маленькое тельце было как в огне. «Что с тобой, миленький голубчик?» — шептала она, чуть не плача сама. Ребенок только пуще метался. Она повернула его лицом к лампочке, который коптил на ведре, и у нее похолодело на сердце. Мальчик весь посинел, как она думала от крика. Он страшно таращил глаза и широко открывал ротик, точно рыбка, выброшенная из воды. «Павел, помогите!» — скричала Галя. «С Лукьянушкой беда!» Павел, свалившийся на кого-то во сне, вскочил на ноги. «Смотри, помирает!» — сказала Галя. И сама пришла в ужас от собственных слов. «Что ты, Господь с тобой?» — успокаил ее Павел. «Да нет! Смотри же, смотри!» — наставила Галя. «Бедная моя головушка!» Она принялась возиться около мальчика, укачивая его, подбрасывая наверх, стараясь смеяться и развеселить его. Но ничего не помогало. Ребенок слабо кричал и раскрывал рот, глотая воздух. Он задыхался. Галя думала, что она с ума сойдет. Вдруг ее осенила счастливая мысль. «К доктору!» — вскричала она. «Сейчас, сию минуту!» «Да где ж его взять?» — спросил Павел. «Как где? А Валериан Николаевич? Разве он конвойного не вылечил? Чего ж нам ломаться?» Галя напустилась на него, ни за что, ни про что предположив, что он не хочет обращаться к Валериану из-за старой неприязни. Не дожидаясь ответа, она бросилась к двери, спотыкаясь от тела спящих арестантов, усилавшие пол, как снопы на таку. И принялась, что есть мочи колотить в нее руками и ногами. Первые всполошились игроки. Они быстро припрятали карты и испуганно обернулись к двери. Узнав, кто был причиной переполоха, они напустились на Галю с ругательствами. Но она, ничего не слушая, продолжала молотить в дверь. «Да перестанешь ли ты, чертова перечница!» — крикнул Майданщик. Весь этап всполошила. «Начальство нагонишь! Пошла спать, дура! Не то я тебя!» Он направился к ней с поднятыми кулаками. Павел загородил ее и готовился принять на себя удар. Степан тоже проснулся и, протирая глаза, шел к нему, спотыкаясь о спящих товарищей. Но в это время застучал засов, и в двери показался конвойный. Игроки быстро припали к земле, кто куда поспел, и сделали вид, что спят. «Что за шум? Кто тут дебоширует?» — крикнул поручик, входя. Но воздух был до того удушлив, что он отступил шаг назад и остановился у порога, держась за скобку двери, чтобы захлопнуть ее при первой возможности. «Батюшка, у меня ребенок помирает!» — скричала Галя, переступая ногой через порог, чтобы не дать офицеру так скоро от нее уйти. «Ну так я ж тут при чем? Чего ж ты меня беспокоишь?» «Батюшка, позволь доктору показать тому, что с господами идет!» «Один у меня первый! Позволь показать!» — упрашивала Галя. Дверь все время стояла полуоткрытая. Свежая оживительная струя проникала в эту нору, вытесняя удушающее зловоние. Но еще больше, чем зловоние, арестанты боялись холода, против которого у них не было иной защиты, кроме жалких лохмотьев. «Эй, затворяй дверь! Что ты нас морозить вздумала?» — раздался изнутри какой-то сиплый голос. «Затворяй, затворяй! Нечего там с офицером лясы точить!» — иронически заметил другой. Галя с ребенком на руках переступила порог и притворила за собой дверь. Она закутала в платок мальчика, чтобы он не простудился. Самой же ей было не до холода или простуды. «Допусти, батюшка!» — продолжала она молить. «Он из наших мест, нашего барина, бывшего сына. Он нас знает и всегда добр был до нас. Допусти! Век буду за тебя, Бога, молить!» «Нельзя!» — отвечал Неронов, насупившись. «В больницу пойдешь завтра, как в город придем. А ссыльным нельзя лечить. Не дозволяется, не по закону. Да разве есть такой закон, чтобы матери смотреть, как у нее на руках ребенок помирает?» Конвойный насупился еще больше. Ему стало жалко бабы. Да и Валериану хотелось доставить удовольствие. Он знал, что тот будет рад помочь своим землякам. «Но подожди!» — сказал он наконец. За Валерианом послали рассыльного. «Шла бы ты в камеру. Чего на холоду стоишь?» — сказал конвойный Галли, когда они остались вдвоем. «Ничего, батюшка. Ребенку тут как будто полегчало». И точно. Когда через четверть часа пришел Валериан, то он нашел мальчика совершенно ожившим и оправившимся. «Ребенок здоров», — сказал он. «Это с ним верно от спертого воздуха. Бывало это с ним прежде?» «Каждую ночь, почитай, он мечется. Да так, как сегодня никогда не было. Но уж последнюю ночь. Завтра в городе заночуем», — утешал ее Валериан. «Да как же эту ночь-то? Мне с ним быть? Не дать ли ему снадобья какого?» Как крестьянка она верила, что против всякой болезни есть свое снадобье. «Ничего ему не нужно», — сказал Валериан. И, отведя поручика в сторону, стал что-то говорить ему в полголоса. «Ну нет, батюшка, извините», — громко запротестовал Миронов. «Этак вы меня под суд подведете за попущение. Она за уголовным идет и должна сидеть с уголовными, переводить их в другие камеры. Строго воспрещается. Эй, Молодка, вступай назад. Был тебе доктор. Довольно ты тут проклаждалась». Он отворил дверь в камеру и взял Галю за плечо. Но оттуда пахнуло таким страшным зловонием, что Галя отшатнулась. После того, как она побыла на свежем воздухе, ей показалось, что ее толкают прямо в клаку. «Не пойду!» — вскричала она, упираясь. «Я здесь ночь просижу!» «Что ты мелешь?» — рассердился на нее конвойный. «Пошла!» — он толкнул ее в камеру и запер за ней дверь. Павел подошел к ней. «Ну что?» — спросил он. В первую минуту Галя Де могла ничего сказать. С ней чуть не сделалось дурно. Но она вспомнила про ребенка и превозмолгла себя. Что станет с малюткой без ее ухода? Доктор говорит, что здоров. Только бы ночью эту перемочься. «Ну и слава Богу!» — сказал Павел. Он успокоился и снова, усевшись на свое место, задремал, уронив голову на колени. Но Галя не могла спать. Все ее мысли были сосредоточены на ребенке. Он крепко заснул на свежем воздухе и не проснулся, когда с матерью вернулся в камеру. Галя сидела на лавке, держа его на коленях, полная одной думы. Как бы поскорей прошла эта последняя, самая ужасная ночь, и их снова выпустили из этой ямы на свет Божий. Понемногу ее чувствительность прекратилась. Она перестала замечать запах, но зато во всем теле она почувствовала какую-то тяжесть и тесноту в груди. От времени до времени по спине пробегал мороз, и кости как-то ныли. В голове мелькали бессвязные, отрывочные мысли, не то полудремоты, не то начинающегося бреда. Ее соседка справа, тетка Лизавета, по прозванию Щука, потянулась и открыла глаза. «Что, касатка, не спится?» – добродушно сказала она. Щука приговорена была к пятнадцати годам за двойное убийство, но была самой веселой бабой в партии. «Над ребенком сокрушаешься», – продолжала Лизавета. И, поднявшись на локоть, она посмотрела на мальчика, который лежал с ее стороны, освещенный керосиновой лампою, которая то вспыхивала, то притухала, точно в предсмертной агонии. «Трудно с ребятами-то по этапам», – рассудительно заметила она. «Что их мрет? Тут не приведи, Господи! Не ты первая, не ты последняя». «Что вы говорите? Грех вам!» – сквозь слезы сказала Галя. «Что ж, я ничего. Дай Бог ему здоровья. Мне что ему зла желать? Я только так. Коля помирает. Отчего же не сказать?» Она повернулась к ней спиной и лежала, не шевеляясь, стараясь уснуть. Лампа вспыхнула, бросив густой клубок дыма во всю вышину стекла, потом потемнела и, казалось, готова была потухнуть. В это время мальчик как-то странно засопел, точно в коклюше. Галя бросилась к нему и схватила его на руки. Он открыл глаза, жалобно запищал и закрыл глаза вознеможении, тяжело дыша крошечной грудью. Галя с замиранием сердца следила за малейшим его движением. «Утро! Господи! Пошли с калей утро!» – молила она. Но утро было далеко и не торопилось прийти к ней на помощь. Решетчатое окно зияло черной пастью. Маленькая керосиновая лампочка, которая, казалось, задыхалась под брением тяжелых мутных паров, одна боролась с тьмою, бросая багровые мерцающие лучи на грязные стены, на бревенчатый и закоптелый потолок и на грязный пол, весь устланный темными фигурами арестантов. Игра в углу продолжалась, но играло уже только двое записных картежников. Остальные разошлись спать, прикорнувши где кто мог. Галя видела перед собой угрюмую, угловатую спину самого упорного игрока, который проиграл уже и все деньги, и паек, и казенные платья, за что ему предстояло на следующем же этапе выдержать порку. Но он все еще хотел играть. «Нет, баста!» – сказал его противник, бросая карты на дно опрокинутого ведра, служившего игральным столом. «Наигрались сегодня». Он откинулся назад и потянулся, громко зевая. Это был маленький рыжий человечек, похожий с виду на мастерового. «Еще раз, черт!» – сказал спина угрюма. «Последний!» – «Много-то уж этих последних было!» – сказал рыжий. «Будет!» – «Сказывай последний, дьявол!» – настаивал спина. «Будет!» – «Не хочу!» – «Спать пора!» «Ах ты, карманщик проклятый!» – «Обобрал, а теперь спать!» Лицо рыжего мгновенно исказилось бешенством. Не говоря ни слова, он нагнулся и вынул из-за голенища что-то длинное и блестящее. Нож, который он ухитрился пронести сквозь всевозможные обыски. Галя с испугом схватила мальчика на руки, чтобы уберечь его в случае чего. А между тем в голове ее мелькало. «Ах, хоть бы задрались, до начальства пришло!» «Все, хоть бы дверь отворили!» Но Майданчик схватил рыжего за шиворот и так тряхнул его, что нож вывалился у него из рук. «Вот только посмею меня буянить!» – шепнул он ему на ухо. «Все про тебя, Артели, скажу!» «Отстань, свиной ухо!» – огрызался рыжий. Он поднял нож, спрятал его за голенище и ограничился уже одной руганью. Вскоре все затихло. Слышался только в разных углах храп арестантов, да мерные падения капли с холодного, отпотевшего потолка. А снаружи выл дьявольскими голосами страшный буран. Темнота сгущалась. Лампочка еле мерцала, не имея уже силы вспыхивать. «Все спало!» Не спала только Галя. Считая минуты, она сидела на нарах, не спуская глаз с ребенка, лежавшего у нее на коленях. То ей казалось, что он помирает, и ей хотелось поднять шум и нести его снова к доктору. То она уверяла себя, что он спокойно спит, и она боялась пошевельнуться, чтобы не потревожить его. Вдруг мальчик заметался и жалобно вскрикнул. Лизавета проснулась и, подняв голову, взглянула на ребенка. «Помирает», — хладнокровно сказала она. «Неправда! Бог не допустит! Грех вам это говорить!» — твердила Галя. Ребенок весь встрогнул. Точно электрическая искра пробежала по его маленькому телу. Потом он вытянулся и перестал шевелиться. «Вот ему и лучше!» — сказала Галя. Лампочка вспыхнула в последний раз и потухла, наполнив воздух удушливым смрадом. В камере воцарился абсолютный мрак. Ребенок лежал бездыханный на руках матери. Едва зажженная и не успевшая разгореться жизнь потухла в темноте, как эта несчастная лампочка. «Ну вот, нам опять лучше!» «Вот мы и уснули!» — причитала мать, укачивая быстро костеневшее тело. Она приложилась губами к маленькому личику. Оно было холодно, как лед. Страшный, раздирающий вопль раздался в камере. Арестанты повскакали с мест. «Что? Что? Что такое? Кого убили?» раздавались в темноте испуганные голоса. «Мальчика моего убили!» — крикнул несчастная мать. На утро буран прекратился. В партии недосчитывалось четырех человек, которые отбились от своих и, очевидно, замерзли в поле и были занесены снегом. Но так как это были простые бродяги, то на их гибель Миронов не обратил никакого внимания. Даже их трупов не стали разыскивать. Он их отметил без вести пропавшими во время бурана и оставил этапному смотрителю распоряжение, чтобы, когда весной снег оттает и трупы будут найдены, он доложил об этом в якутской тюремной управлении. Партия двинулась дальше. Природа сжалилась над Галей. К утру у нее открылась настоящая горячка. Валериан упросил Миронова дать ей повозку на последний переход. Вместе с Павлом они закутали ее, как только могли, и в таком виде доставили в Якунск. Они ожидали, что тут будет конец их мытарствам и что они останутся в этом городе до весны, а может быть и совсем. В бумаге относительно Павла и Валериана было сказано глухо, что они ссылаются в распоряжение начальства в Восточную Сибирь без обозначения места ссылки. Они могли поэтому рассчитывать, что их оставят в самом Якутске, но здесь их ожидал новый удар. В тюремном управлении оказалось уже лежала бумага из Петербурга, чтение которой вызвало плач и стоны. Почти половину партии предписывалось предпроводить на ужасный остров Сахалин, который только что было предпринято обратить в каторжную колонию. Разделение было произведено как будто наугад, без всякой видимой системы. Только политические все припровождались на проклятый остров. Из обыкновенных же ссыльных, часто из прикосновенных к одному и тому же делу, одни оставлялись в Сибири, других гнали добивать на убийственном, холодном и мертвом острове. Степан оставался в Якутске. Что же касается Павла, то он был в числе отправляемых. Это было для него ужасным испытанием, потому что Галю необходимо было оставить в городской больнице. Валериан сказал ему, что она не выдержит этапного пути, если бы даже ее и позволили взять с собою. Но у него между якутскими ссыльными оказались знакомые и товарищи, и он обещал Павлу, что она не останется без призору. Через полгода она действительно присоединилась к нему на Сахалине. Вот, сказал Павел, когда ему было прочтено решение, исполнилось предсказание Лукьяна, что копье вонзится в мое сердце, и сложу я кости в земле хлада и голода и смертной тоски. Издание 1984 года Лукьяна Корректор А.Егорова 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 Лукьяна Корректор А.Егорова